Что в последнее время в России наблюдается очень, скажем, печальная тенденция. У нас с вами уменьшается рождаемость и количество детей, которые даже приходят в школу, и потом студентов, которые поступают в университеты и другие медицинские учреждения, становится все меньше. Параллельно с этим у нас происходит постарение населения и появление большого количества соматических заболеваний, неврологических заболеваний, которые это население инвалидизирует. И это привело к тому, что процент трудоспособного населения в России неуклонно падает. Вот на пике этой тенденции, естественно, возник вопрос о том, каким же образом все-таки сохранить трудоспособное население. И поэтому наше здравоохранение снова вернулось к теме реабилитации. Она была, она активно развивалась, так сказать, где-то там в 50-х, 60-х, 70-х, 80-х годах. Вы, наверное, помните большое количество всяких реабилитационных центров, санаториев и так далее. А потом потихоньку свернулось. Восстановить старые технологии на современном уровне уже как бы не представляется интересным и важным. И поэтому в нашу жизнь пришла так называемая МКФ. Это международная классификация функционирования, которая ориентирована на то, чтобы оценить глубину потерь состояния человека и разработать контрмеры, которые бы позволили его все-таки вернуть к достаточно активной социальной жизни. И поэтому вопрос реабилитации снова у нас везде зазвучал. И вы с этим сталкиваетесь постоянно. Почему? Потому что это звучит с телеэкранов, об этом пишут в периодической печати, этому посвящают большое количество всяких выступлений и докладов. И поэтому, конечно, встает вопрос о том, а как это разработать. И если в какой-то мере это, скажем, внедряется в неврологию, в терапию, то в области психиатрии и в области психосоматической медицины этот вопрос, конечно, серьезно хромает. И поэтому, конечно, мы с вами должны задуматься над тем, а как реабилитировать наших пациентов для того, чтобы они стали снова жить достаточно активно и интересно. Ну, для того, чтобы подойти к этой проблеме, мы все-таки должны вернуться к представлениям о том, что психосоматические расстройства – это системные расстройства. При них не бывает так, что у человека нарушены психические функции и не страдают какие-то другие. Ну, классическим примером является гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда, тот же СРК и так далее. Почему? Ну, потому что мы обязательно у такого пациента видим, так сказать, вовлечение в патологический процесс большого количества разных механизмов. И в определенной степени вот эти представления о системных механизмах, они опираются на исследования наших ученых. И я здесь с удовольствием назову фамилию академика Коржановского, который написал в этом плане, наверное, самые интересные фундаментальные книги, говоря о том, что нейрофизиологические и соматические механизмы очень часто являются базой и основой целого ряда других психических процессов. Ну, и мы с вами должны понимать, что любое психосоматическое заболевание имеет все эти уровни. И если речь заходит о реабилитации, то мы с вами должны этот системный подход обязательно отражать в том, как мы работаем с такими пациентами. И в первую очередь, конечно, это обследование. Ну, вот в практике психосоматического центра, где я регулярно консультирую, я сталкиваюсь с тем, что на самых ранних этапах, когда человек приходит с достаточно серьезными нарушениями, и терапевт не может их отрегулировать, или невролог, почему-то не возникает мысли даже у неврологов о том, что необходимо обследовать этого пациента не только с точки зрения наличия тех, скажем, симптомов или синдромов, но еще и с точки зрения нейрофизиологических механизмов. Ко мне приходят пациенты вот с такой папкой обследований, в которых нет обследования головы ни в каком варианте. Ни сосудов, ни нейрофизиологии, ни рентгенологии, ничего. И при этом огромная линейка препаратов, которые пытались применять у таких пациентов. То есть это говорит о том, что мы понимаем, что есть системный подход. Мы читаем эти книги, но в своей практике мы почему-то об этом забываем. Ну и конечно, если мы с вами подходим к такому пациенту со всех позиций, и с точки зрения оценки его психологического статуса, психического статуса, нейрофизиологического статуса, то это приведет к тому, что наша диагностика будет более чайной и более как бы правильной. А в соответствии с этим и подбор препаратов будет не по принципу пробирки, куда давайте сольем вот это, вот это и вот это, и посмотрим, что будет. А будет уже целенаправленный в этом плане поиск тех или иных методов терапии. Ну и это, наверное, очень хорошо отражается в тех исследованиях, которые проводили. Я здесь привожу ссылку на работу 2013 года, которую я делала совместно с нейрофизиологами. И мы с вами видим, что дисфункция корковых, подкорковых структур имеется у пациентов гипертонической болезнью. И когда отчаявшиеся терапевты к нам присылают пациентов, то почему-то психиатры умудряются компенсировать эту гипертонию, потому что они заглядывают еще и в целый ряд других показателей этого пациента. Такие же характеристики были найдены профессором Сидоровым Павелом Ивановичем, который работает, работал и продолжает работать в Архангельске. Такие же данные были найдены другими. Ну вот в работах Сидорова мы с вами видим, что тоже опять изменяется нейрофизиология у таких пациентов. Мы видим, что недостаточность наших с вами вмешательств связана с тем, что мы не учитываем эти параметры. Насколько пациент вообще способен к тем или иным нагрузкам. А очень часто оказывается, что он не способен. И психотерапевтические наши мероприятия оказываются впустую, потому что он не может в них работать. Ведь психотерапия – это достаточно серьезная работа не только для психотерапевта, но и для пациента. Поэтому мы с вами должны четко понимать, что если мы хотим реабилитировать таких больных, восстановить, то мы должны сначала помнить об этом в самых первых этапах взаимодействия с таким пациентом. И начинать процесс реабилитации уже тогда, когда пациент к нам пришел. На самом, так сказать, начальном этапе. Ну и, конечно, мы понимаем, что уже на этом этапе мы должны задуматься о профилактике тех возможных нарушений, которые характерны для того или другого заболевания. Ну, скажем, больной с ишемической болезнью сердца, он имеет определенный психологический профиль, он нуждается в психотерапии, он нуждается в психофармакологических препаратах, но он нуждается и в терапевтических препаратах. И если терапия будет на этом этапе уже ориентироваться на предупреждение возможных осложнений, а это инфаркт миокарда, то наши с вами реабилитационные мероприятия тоже будут более эффективными. Ну и вот поэтому мы с вами должны помнить, что подход к таким пациентам должен основываться на тех интересных достижениях в отношениях русской нейрофизиологической, психиатрической, психотерапевтической школы, которые говорят о том, что отношение к пациенту должно быть все-таки системным. Ну вот, естественно, стоит вопрос, что не все такие пациенты готовы, скажем, к той или иной реабилитации. Мы с вами очень часто сталкиваемся с тем, что пациент не хочет отдать почему-то свое заболевание. Он приходит к доктору за тем, чтобы приглушить симптом, а на самом деле остаться больным. Почему? Потому что там имеется определенная социальная выгода, сложившиеся отношения, и ему даже страшно отдать свою болезнь, потому что неизвестно, как дальше все сложится. Кроме того, мы с вами знаем, что на самых ранних этапах заболевания появляются расстройства настроения. Ну, скажем, в преддверии инфаркта миокарда возникает тревожный депрессивный синдром, и нередко даже таких больных ошибочно везут куда? Не в соматический стационар, а в психиатрическую клинику. Мы с вами знаем, что в преддверии инсульта возникает большое количество нарушений, и нередко в преддверии появления неврологической симптоматики предшествуют колебания сознания, изменения памяти, изменения мышления и так далее. И эти больные оказываются не совсем там, где надо. Поэтому мы должны помнить, что большое количество психических нарушений, которые могут носить невротический уровень, не обязательно психотический, они будут препятствовать тому, что мы их включаем на самых ранних этапах в эту реабилитацию и в эту профилактику. Ну и какие же нарушения особенно сильно нам с вами мешают? Ну, как правило, это расстройство настроения, это изнурительные синдромы, это синдромы боли, зуда, это расстройство сна, это тревожные расстройства, это изменение личности, которые возникают под влиянием болезни. Ну и, наконец, это те психосоматические, невротические конфликты, которые могут иметься у таких пациентов. Мы с вами должны четко понимать, что вот это нарушение взаимодействия пациента с нами, когда мы пытаемся их лечить, реабилитировать, предупреждать у них осложнения, оно обязательно имеет объективное выражение. И все зависит от того, насколько мы внимательны и на что мы смотрим. Одной из важных характеристик очень многих психосоматических расстройств является, скажем, неадекватная динамика веса. Она может быть избыточной и продолжать прибавляться, несмотря на то, что доктор назначает корригирующую терапию и назначает диету такому пациенту и так далее. Но он не взаимодействует с нами, он не хочет реабилитироваться, он не хочет предупреждать у себя те или иные психические, то есть это осложнения. Поэтому мы с вами должны понимать, что вот эта отрицательная динамика – это показатель отсутствия контакта, комплайнса и участия в реабилитации и в комплексной терапии такого пациента. Он соглашается выполнять некую толику того, что мы рекомендуем. Но этого же недостаточно. Сюда же относятся пропуски посещения врачей и каких-то лечебных, реабилитационных процедур. И когда пациент вам рассказывает, что он дико занят, и жизнь у него такая, что он совсем не может заниматься своим здоровьем, это совершенно ясный показатель того, что здесь нет контакта. Это нарушение лабораторных показателей. Больному назначается противодиабетическая терапия, но почему-то показатели кликированного гемоглобина у него безумно высокие. О чем это говорит? Это говорит о том, что он с нами не сотрудничает, и он себя не лечит. Это нарушение режима приема лекарств. И больной вам будет рассказывать огромное количество сказок о том, что он совершенно не может вот в какое-то время принимать лекарства. Вы ему даже предлагаете на телефоне поставить будильник. Но и здесь оказывается вот это великое слово «но», которое мешает с ним работать. Ну и, наконец, это нарушение, конечно, околосуточного режима, когда пациент у нас с вами бодрствует ночью вместо того, чтобы спать. И наоборот, до середины дня спит вместо того, чтобы бодрствовать. И это полное противоречие тем нейрофизиологическим процессам, которые протекают у нас с вами в организме. Ну, ярким примером является мелатонин, который у нас нарастает где-то к 10-11 часам вечера, после чего нам хочется спать, и в 12 уже все взрослые люди должны отдыхать. И он начинает падать к утру. И к 7-8 утра он уже дневной уровень имеет. И когда человек на этом фоне спит, то мы с вами получаем противоречивые совершенно результаты. Кроме того, нон-комплайнс может быть проявлением неосознанных или осознанных суицидных намерений. И об этом пациент вам не расскажет. Он это будет скрывать. Это может быть проявление экстернальности личности, которое угнетает то, что им кто-то руководит, кто-то что-то определяет. Это может быть проявление психологической защиты. Почему? Потому что вот тот внутренний мир, пусть патологический, измененный, пусть весь больной с точки зрения и психотерапии, и психиатрии, и соматической терапии и так далее. Но он его, и он его защищает. Это может быть следствие психических расстройств просто. Почему? Потому что мы с вами на сегодняшний день сталкиваемся с очень высокой распространенностью депрессии. Я думаю, что большинство из вас, заходя в вагон метро, опускают глаза, чтобы не видеть эти депрессивные лица. Это огромное количество распространенности тревожных расстройств. Это просто захлестывающая частота синдромов боли. И у нас с вами в связи с этим появились даже клиники боли, как на Западе, чего раньше не было. Ну и многие другие расстройства, которые могут вызывать у человека переживание отчаяния, катастрофизации и желание уйти из этой жизни. Почему же такое сопротивление к нашим реабилитационным, восстановительным мероприятиям, комплексной терапии? Ну, прежде всего, это изменение привычного уклада жизни. Ну, попробуйте поменять свой режим дня. И вы почувствуете, как это на самом деле крайне тяжело. Это переживание того, что болезнь и ее лечение требуют значительных временных затрат. И большинство наших пациентов говорят о том, что, ну вот, опять лечиться, опять ходить, опять посещать врачей. Как это тяжело и как это не хочется. Почему? Потому что, ну, мы все хотим быть молодыми, здоровыми и не тратить на это время. Это ограничение свободы. И в том числе даже передвижение. И если до этого у человека было ощущение, что он свободен, как птица, может поехать куда угодно, то тут возникает понимание того, что это совсем не так. И просто становится страшным, да. Ну вот у меня было немало пациентов, которые боялись выходить из квартиры. Потом они стали выходить из квартиры. Потом ходить по каким-то улицам. Потом по каким-то районам. И в конечном итоге они были согласны двигаться по Петербургу, потому что в Петербурге есть доктор, и ему можно позвонить. Но они ни в коем случае не хотели поехать куда-то дальше, потому что существовало вот это ограничение свободы и этот страх. Ну, изменение семейного статуса, профессионального. Это изменение финансового статуса, потому что болезни делают серьезные вычеты из финансового бюджета наших пациентов. Это зависимость от целого ряда процедур. Ну вот классическим вариантом являются больные, которые находятся на хроническом гемодиализе. Поверьте мне, это очень тяжелые больные, у которых имеются тяжелейшие психические нарушения, вплоть до когнитивных, да. Но у них и тяжелейшее соматическое состояние, и они прикованы к аппарату гемодиализа. У нас, правда, развивается теперь так называемый госпитальный туризм, и они могут купить путевку в Рим, где имеются тоже отделения гемодиализа, и подключиться к ним. Но это не все могут себе позволить, да. Наконец, это необходимость соблюдения большого количества ограничений, которые связаны и с терапией, и связаны с самим заболеванием. Ну и поэтому перспективы вот этой реабилитации и комплексного лечения, они, конечно, зависят от того, насколько пациент мотивирован участвовать во всем этом. И зависят от определения конечной точки реабилитации. И я не случайно упомянула в начале МКФ. Почему? Потому что именно МКФ позволяет нам четко сформулировать эти цели и определить конечную точку реабилитации. Чего мы хотим достичь у этого пациента, какие есть перспективы лечения, какие есть перспективы восстановления тех или иных функций, так сказать, восстановления его в какой-то мере социального статуса, его активности, его жизненной позиции. Ну и, конечно, мы с вами в этих ситуациях должны очень серьезно относиться к формированию таких пациентов, установок и поведения, которое, конечно, ориентировано на выполнение вот этих предписаний, этих требований, которые накладывает на таких пациентов диагноз, их состояние и оценка их статуса. И вот здесь, конечно, у нас с вами возникает новая задача, которая звучит в последнее время очень серьезно. Это так называемое психолого-педагогическое взаимодействие с пациентом. Мы не только должны оценить его психический статус, мы не только должны попытаться психотерапевтически скорректировать какие-то, так сказать, особенности его внутреннего мира и состояния, но мы должны его научить по-другому жить, потому что на самом деле он стал другим человеком. В большинстве случаев пациенты, которые приходят к нам, говорят о том, что мы хотим вернуться к тому, кем мы были раньше. Есть то, что хотим, пить то, что хотим, ходить куда хотим и так далее. И при этом совершенно не хочется признать, что на самом деле здоровье поменялось, и возникли ограничения, которые зависят не от врача и не от лечебного учреждения, а от того, что организм изменился, и с этим надо как-то считаться. Ну, наверное, те, кто занимались больными, страдающими зависимостью от алкоголя, знают, что большинство из них приходит к нам с мыслью какой? Вылечиться, чтобы употреблять алкоголь так же, как раньше, не имея никаких ограничений. И вот убедить их в том, что это совсем не так, бывает довольно сложно. Почему так важно для нас это психолого-педагогическое взаимодействие в рамках реабилитации? Почему так нужны психотерапевты и психиатры, и психологи вот в этой системе? Ну, потому что мы учим новому стилю жизни. Вы знаете, учить взрослых – это сложнее, чем учить детей. Гораздо. Следующее – это мы должны с ними снижать снижать вот это нарушение комплайнса. То есть он должен все время вписываться в лечебный процесс и в реабилитационный процесс и понимать, что это большой труд. Мы с вами должны понимать, что только психолого-педагогические методы позволяют преодолеть или предупредить большое количество вот этих психосоциальных последствий заболевания такого пациента. Ну и, конечно, как-то адаптировать, скажем, к особенностям процедуры лечения и режима лечения. Ну, например, очень мучительно лежать под аппаратом гемодиализа. Это несколько часов, не менее четырех. Сокращение количества часов гемодиализа, оно приводит к укорочению жизни, возникновению катастрофических последствий. Но ведь надо как-то помочь пациенту это время пережить, потому что это мучительно, да? И вот задача психолога, психотерапевта – вписаться в эту систему и позволить пациенту преодолевать эту процедуру так, чтобы он не шел на нее, как на Голгофу и мучения, а чтобы он шел на нее с большим удовольствием. Ну вот мы придумали аудиотерапию. И сегодня те, кто пользуется этой аудиотерапией, они уже не замечают, как пробегает это время, эти часы. Но это не просто подключение, скажем, к наушникам и прослушивание той или иной музыки, а это подбор специальной музыки. Это психотерапевтическая беседа в начале и в конце. И вот это психолого-педагогическое сопровождение, которое ориентировано на то, чтобы у пациента формировались правильные установки и правильные мотивации. Ну какие здесь мы с вами имеем формы? Есть формы обучения и коррекции, которые реализуются непосредственно в ходе лечебно-реабилитационной работы с каждым конкретным пациентом. И есть обучение в рамках формализованных школ пациента. Это очные, дистанционные, очно-дистанционные программы взаимодействия и обучения пациентов. И вы, наверное, с этим сталкивались, что они у нас тоже появились. Появились они в рамках сообществ каких-то пациентов. Ну, скажем, пациенты, которые страдают тем или иным общим заболеванием, например, сахарным диабетом. У них есть некое сообщество, где они обмениваются информацией, рассказывают друг другу все новое и что произошло. И если мы с вами оставляем это на самотек, то в этом ничего хорошего не будет. Но если же в эту систему начинают вмешиваться специалисты, которые ориентируют эти сообщества на те задачи, которые для нас с вами важны, вот эти психолого-воспитательные, реабилитационные, то тогда получается очень хорошо. Кроме того, возможность влияния на наших пациентов через эти сообщества очень быстро поняли целый ряд коммерческих структур. И они начинают туда внедряться с различными тезисами. Ну, например, почему ваш доктор не назначил вам этот препарат? Вы обязаны пойти и потребовать. И пациент приходит и требует. И объяснить ему, что этот препарат ему не подходит, и что ему вообще принимать его вредно, бывает крайне сложно. Почему? Потому что мы здесь с вами знаем, что это механизм косвенного внушения. И его преодолеть прямым внушением и прямым разговором бывает очень тяжело. Поэтому, на самом деле, мы с вами обязаны в эти вещи вмешиваться, если мы хотим заниматься серьезной реабилитацией. То есть мы должны создавать очные школы пациентов, где мы их обучаем правильному режиму, правильному поведению. Ну, вот на базе диабетических центров существует школа диабета, которые обучают правильно пользоваться так называемыми пищевыми тарелками. Что можно есть, что нельзя есть. Правильно пользоваться шприцами для введения инсулина. Правильно оценивать уровень гликированного гемоглобина у себя. Но, кроме того, туда вписываются еще и различные другие психолого-педагогические мероприятия, которые ориентированы на то, чтобы заняться и реабилитацией, и профилактикой таких пациентов. И, конечно, это уже должны осуществлять не эндокринологи, а, соответственно, обученные психотерапевты, психологи. И такая практика существует во всем мире. Мы с вами понимаем, что у нас должны быть дистанционные школы, которые ориентированы тоже на таких пациентов, и они должны быть грамотно построены с учетом педагогических задач, психологических механизмов воздействия на таких пациентов, с пониманием особенностей их психики, тех или иных, скажем, психологических проблем и потерь, которые у них есть. Ну и, наконец, это так называемые очно-дистанционные, когда на определенное количество контактов дистанционных падает некое количество очных контактов. Что же такое вот это комплексное психолого-педагогическое сопровождение пациентов? Какие задачи оно сегодня решает? Первое – это обучение, касающееся, собственно, лечения, приема медикаментов, диеты, водно-питьевого режима, навыков самопомощи и самогигиены. Это очень важная задача. Почему? Потому что если это пущено на самотек, то мы получаем большое количество осложнений. Ну, скажем, флегмоны в зонах введения препаратов или еще что-то. Следующее – это воспитательная деятельность, направленная на формирование ценности сохранения собственного здоровья. Вы знаете, у нас это большая проблема. У нас выросло поколение, которое училось на компьютерных играх. А в компьютерной игре можно выиграть много жизней – 3, 5, 10. И поэтому на этом фоне ценность собственной жизни уже воспринимается совсем иначе. Поэтому мы часто сталкиваемся с тем, что ценности собственной жизни и собственного здоровья у больного недостаточно. Некоторые из них говорят о том, что, а что, надо заработать много денег, я пойду и куплю свое здоровье. И объяснить, что купить его невозможно, бывает крайне трудно. Это коррекция психологического состояния больных и обучение навыкам саморегуляции и релаксации, без которых, к сожалению, пациентам бывает трудно преодолеть различные кризисные состояния, которые у них возникают. И это формирование вот этой толерантности к различным процедурам, сеансам лечения. То, что вот я вам показала на примере аудиотерапии. Какая же технология? А технология, она на самом деле не такая простая. Она включает диагностику. Это исследование пациента с помощью различных психологических и педагогических методов и интервьюирование пациента, установление с ним комплайнса, проведение целенаправленной беседы. И в результате этого мы должны оценить у вас, у них уровень болезненного состояния. Что есть, что надо преодолевать, что он понимает как задачу поправления своего здоровья, о чем он не думает, и это неправильно и так далее. Дальше возникает проектирование, когда мы с вами должны спроектировать индивидуальный маршрут для такого пациента на основании всех полученных данных. Вот что можно сделать? И вот здесь у нас с вами активно работает вот эта система МКФ. Почему? Потому что если мы ее применяем, то мы правильно и глубоко оцениваем статус пациента. И дальше мы начинаем определять вот эти конечные точки и вообще путь, по которому мы с ним должны идти. И следующий этап – это, конечно, реализация того, что мы наметили. Да, вот этого пути, этих конечных точек и так далее. Мне бы хотелось, чтобы у вас не сложилось впечатление, что работа останавливается, когда достигают какую-то конечную точку. Нет. Достигнув конечную точку, которую мы запланировали, мы должны снова провести диагностику и снова определить конечные точки для следующего этапа работы. Поэтому это работа, которая подразумевает движение по ступеням. И эти ступени мы определяем сами, проведя исследование такого пациента. Реализация, она, наверное, непроста. Почему? Потому что мы с вами будем преодолевать сопротивление пациента, менять его, скажем, стиль жизни. И на самом деле это не так просто. Это требует колоссальных усилий как со стороны терапевта, со стороны того, кто занимается вот этим психолого-педагогическим сопровождением, так и со стороны самого пациента. И он постоянно нуждается в психологической поддержке. Почему? Потому что изменить жизнь – это сложно. И очень часто на этом пути возникает ситуация, когда опускаются руки. Дальше мы оцениваем эффективность того, что мы сделали, понимаем, что не удалось сделать, где у нас есть потери, и корректируем. И идем на следующий этап, который подразумевает достижение новых целевых точек. Итак, что мы хотим сделать в процессе вот этого психолого-педагогического сопровождения? Это сохранить мотивацию пациента и договориться с ним о очных встречах. Это помнить, что врач обладает большой властью, поэтому дать понять пациенту, что для врача недопустимы никакие злоупотребления пациента. Вот эта тема поднимается сегодня очень активно. Она звучит как достоинство пациента. Почему? Потому что вот эта безграничная власть врача по отношению к пациенту, она наносит ущерб достоинству пациента. Одна из более актуальных программ в рамках ВОЗ, которая сегодня развивается целым рядом институтов Швейцарии, это вопрос накопления информации о пациенте в медицинских документациях и недопустимости использования ее в тех целях, которые неблаговидны. Злоупотребление личным полем человека, его достоинством, его секретами, его внутренним миром. И это звучит очень остро. Почему? Потому что у нас сегодня с вами работают так называемые облачные технологии. И проникнуть в этот мир может человек, не только который имеет добрые намерения, но и недобрые. Вот недавно был инцидент, когда один айтишник ехал в поезде Москва-Петербург и решил проверить, насколько сохраняются данные персональные и вообще все остальные данные относительно этого поезда. Вы знаете, он за 20 минут взломал все ящики и получил всю информацию. И это серьезно. И в медицинской документации, которая уходит сегодня в облачные технологии, существует много информации о наших пациентах. И это тоже очень серьезно. И наша с вами задача показать пациентам, что мы не злодеи. Мы не собираемся злоупотреблять. Мы собираемся помогать. Следующее – это научиться контролировать свои чувства и сдерживать их по отношению к пациенту. И тому же объяснить, и это можно научить пациентам. Ой, извините. Ну и в процессе психолого-педагогического сопровождения, конечно, на все вопросы пациента мы сможем ответить постепенно. И нечего ожидать, что мы раскроем все вопросы сразу. У нас должно быть благодаря этому сформировано межличностное такое вот пространство и взаимодействие. Отношения должны быть кооперативными. И мы не должны принимать решения за пациента. И мне очень радостно, что здесь очень много прозвучало таких вот точек зрения, когда мы говорим о том, что мы помогаем пациенту, но мы не живем за него. Он живет своей жизнью. Мы с вами должны помнить, что в большинстве случаев вся наша с вами деятельность и взаимодействие с пациентом относятся к так называемой просветительской деятельности. Когда я впервые это узнала, у меня возник некий внутренний процесс, то есть протест. Почему? Потому что я не занимаюсь просвещением, я лечу, я там обучаю каким-то вопросам, но просвещением не занимаюсь. Но оказывается, что с точки зрения высоких наук вся наша с вами деятельность носит просветительный характер. И мы с вами должны четко понимать. И если почитать работы Боткина, целого ряда других терапевтов, знаменитых ученых и врачей, то оказывается, они все понимали, что они занимаются просветительской деятельностью. И мы должны это понимать. Независимо, чем мы занимаемся, диагностикой и объяснением, что же мы нашли у пациента и что это такое. Лечением, назначением каким-то, сопровождением пациента, обучением новому образу жизни и так далее. Это все просветительская деятельность. И эта просветительская деятельность, она фактически находится в функции врачей всех специальностей, и в том числе наших психотерапевтических и психиатрических профилей. Но мы с вами должны четко понимать, что, воспитываясь как медики, мы формируем и осваиваем у себя новый иностранный язык, который состоит из медицинских терминов. И в большинстве случаев пациенты этот язык не понимают. И фактически мы нарушаем так называемые линго-дидактические законы речи, не разговаривая с пациентами на понятном им языке, а разговаривая на своем. Мы с вами четко должны понимать, что инструмент речь, с помощью которого мы общаемся, и наша речь должна быть к этому адаптирована. И поэтому вот эти все психологопедагогические взаимодействия, они ориентированы не только на то, что мы должны работать и воспитывать пациентов, но мы должны воспитывать себя, как людей, которые понятны нашим пациентам. И речь, конечно, должна носить просветительский характер. Вот эта просветительская позиция врача, она в конечном итоге повышает уровень знаний, ориентированность, готовность общаться с нами, понятность нас для пациентов. И, конечно, она играет очень большую роль в реабилитации, потому что без этого добиться эффективности реабилитационных мероприятий будет невозможна. Ну и мы с вами должны понимать, что у пациента часто нет этих знаний, и это препятствует ему участию в реабилитации и восстановительной терапии. Ну и, конечно, мы с вами должны тоже стремиться к тому, чтобы в рамках этой деятельности превратиться во врача, который должен стать человеком, понятным и доступным для пациентов при первом же контакте. Увы, это не бывает. Далеко ходить не надо. Сотрудница моей кафедры обратилась в маммологический центр с воспалительным заболеванием, и врач-маммолог, посмотрев на нее, узнав, что у нее высокая температура, плохое состояние, дает ей рекомендацию поехать в Купчино, сделать там маммографию. И на следующий день прийти к нему на прием. А у нее состояние критическое, температура 39. Понятен этот врач пациенту? Да нет. Не понятен. И о чем думал доктор, занимаясь вот всем этим, непонятно. Конечно, пришлось по скорой отправлять ее и решать вопросы уже иначе. Итак, мы с вами должны понимать, что правила, по которым осуществляется психолого-педагогическое сопровождение или взаимодействие, они должны быть строгими. И они должны соблюдаться и нами, и пациентам обязательно. И вот это бывает трудно. Почему? Потому что мы в своей деятельности такие же люди, как они. И очень часто совершаем целый ряд нарушений и ошибок. Мы с вами должны соблюдать эти терапевтические границы и никогда за них не выходить. Нельзя нарушать. Все психотерапевты знают, что нельзя нарушать определенный барьер. После этого психотерапевтическая работа становится просто невозможна. Появляются приятельские отношения. И уже дальше ни врач, ни пациент не могут взаимодействовать. Мы должны контролировать свою и чужую агрессию. И независимо от формы ее проявления. Мы должны этим управлять. Во время этого психолого-педагогического взаимодействия мы с вами должны стимулировать пациента к активности, несмотря на то, что в ряде случаев у него сил на это нет. Но наша задача заставить его все-таки идти по тому пути, который мы нарисовали. Ну и мы с вами должны помнить, что сопротивление, жалобы, обесценивание вот этого психолого-педагогического вмешательства это форма коммуникации, которую мы с вами должны обязательно перевести в конструктивную каким-то способом. Найти этот механизм. Мы не имеем права отказаться от пациента в этой ситуации, потому что от этого зависит соблюдение той конечной точки, которую мы нарисовали в соответствии с МКФ. Ну и когда перед нами сидит пациент, который пришел для реабилитации, и мы как психиатры, психотерапевты или психологи должны с ним взаимодействовать и пройти вот этот путь, мы должны ответить на несколько вопросов. И от этих вопросов, ответов зависит, конечно, дальнейшая наша с вами работа. Первое. Почему этот пациент здесь? Что ему нужно? Какова его цель? И эта цель может быть совершенно деструктивной, а не конструктивной, да? И мы должны ее понимать с самого начала. Почему его сюда направили? Какую задачу ставят? И что хотят получить другие клиницисты, другие специалисты? Каковы его проблемы? Мы должны их в какой-то мере вскрыть или хотя бы наметить, чтобы в последующем с ними работать. Достаточно ли сил и внутренних ресурсов у пациента для участия в психолого-педагогическом взаимодействии? И на что у него достаточно сил? И в соответствии с этим сформулировать задачи и траекторию своей работы. Какие защиты и сопротивления проявляют пациент, и как это будет препятствовать его участие в этом психолого-педагогическом взаимодействии? И на минное поле надо идти, зная, где лежат мины. В противном случае эффективности не будет. Какие эмоции проявляет пациент? Потому что нам с вами эти эмоции могут помогать и могут, наоборот, не помогать. Каков круг общения пациентов в повседневной жизни? На что мы с вами можем опереться? И какая программа реабилитации доступна такому пациенту? Эти вопросы очень перекликаются с теми задачами, которые ставит врач-психотерапевт, сталкиваясь с пациентом в результате его знакомства для проследующего поведения психотерапии. И он задает себе на каждом этапе психотерапии. Почему? Потому что ему необходимо все время коррегировать эффективность своей деятельности. Но вот в том-то и проблема, что все методы психолого-педагогического сопровождения пациентов в рамках реабилитации это и есть определенная новая форма психотерапии. Спасибо за внимание.